Тема моего доклада «Санскритские очки европейской лингвистики XIX века». Тема очень обширная, и влияние санскрита на становление лингвистической мысли не поддается сомнению. Я буду брать только очень таких ярких представителей науки о языке и буду говорить о том, как на становление некоторых лингвистических концепций повлиял именно материал санскрита. В истории науки о языке найдется немало примеров того, как язык предопределяет целое лингвистическое направление. Теория пытается осмыслить предлагаемый языковой материал, подстроиться под него. В докладе речь пойдет о том, что на протяжении XIX века санскрит предопределял развитие и направление лингвистических исследований. Еще Антуан Мейе заметил, что санскрит предоставил не только богатый языковой материал, но и познакомил с уникальной древнеиндийской лингвистической традицией. Поэтому европейцы заимствовали у индийцев некоторые принципы описания языка. В частности, я сейчас буду по порядку разбирать те лингвистические направления, которые, на мой взгляд, сформировались с опорой на санскрит. Но прежде чем я это буду делать, я сразу заявлю о том, что конечный вывод моего доклада будет такой. Все доминирующие лингвистические направления, как то лингвистическая типология, компаративистика и даже структурализм, возникли под большим влиянием санскрита. Итак, к сожалению, плохо видно. Я ссылаюсь на вышедшую в 1805 году грамматику санскрита Кольбрука. Это титульный лист. Некоторые слайды буду приводить оттуда. Вот, например, как представлены ступени чередования гласных в санскрите, приведены примеры. Вот, к сожалению, некоторые, да, у меня пропали значки, даже в Power, даже в PDF. Ну, я прошу прощения, да, за эти погрешности. Итак, как известно, в 1808 году Август Шлегель... Их пять, нажать. Их пять. Их пять. Ага. Показ. Так. Ага. Да, спасибо. Да. Август Шлегель выступил с известной работой, в которой он обращался к санскриту и сравнивал санскрит с некоторыми другими языками. Известный, я не буду это повторять, это, в общем, общеизвестно, что он разделил известные и используемые в работе языки на два типа – фиксирующие и фликтивные. И, в частности, вот это чередование, морфонологическое чередование гласных в преобразовании грамматических форм, он заложил в основу первой типологической классификации – это фликтивные языки. Отфлексио, что значит «изгиб изменения». Изменения чего? Корня чередуются гласные. И посредством этого чередования язык выражает самые разные грамматические значения. Это, по мнению Шлегеля, он романтик. Самый высокий языковой тип. Языки – это божественного происхождения, и санскрит, конечно, первый из них. Этот языковой тип противопоставляется аффиксирующим языкам, в которых к неизменяемому корню прибавляются аффиксы, и посредством этого выражается грамматическое значение. Для Шлегеля это языки, ведущие свое происхождение от животных выкриков. Ну, то есть, вот языки более низкие, конечно. Эту классификацию развивает Бадуэн де Куртене, сравнивая, работая в Казани и наблюдая татарский язык. Он сравнивает, опять-таки, индоевропейский, здесь уже другой термин, фузийный, и агглютинативный, то, что у Фредриха Шлегеля были аффиксирующие языки. Опять обращает внимание, самое первое, на изменяемость корня, это те же самые ступени чередования, нестандартность и многозначность аффиксов, свойственные индоевропейским языкам. И санскрит тут, конечно, дает богатый материал, нечеткость и подвижность морфенной границы и, как следствие, опрощение и переразложение основ. Николай Крушевский, ученик БДН Докуртене, пишет в 1881 году, продолжая эту тему, любопытную работу в контексте моего исследования к вопросу о гуне, исследовании в области старославянского вокализма. Крушевский пытается обнаружить точно такие же закономерные чередования гласных в корне, которые нужно наблюдать в санскрите. И Крушевский формирует следующий вывод. Совершенно независимо от Фердинанда де Сассера, самостоятельно он говорит о том, что огласовка О, например, свойственна для существительных, огласовка Э, И или Ноль для глагольных форм. И приводит примеры там. Показательный пример, например, собор, собирать, соберу, собрать, где представлена большая вариативность. Интересно, что именно благодаря этой работе Крушевского историки языкознания назвали предтечи структурализма. Он пытается обнаружить структуру, общую основу, благодаря которой можно сравнивать языки. И вот древние индоевропейские языки, эталоном которых является санскрит, демонстрирует эту красивую структуру. Не случайно еще Фридрих Шлегель в своей работе «О языке и мудрости индийцев» упоминает термин «структура». Он и говорит о структуре языков. Хотелось бы отметить еще следующее. Работа Шлегеля 1808 год, а в 1806 году, за два года до этого, выходит первый том словаря «Дмитридат» или общее языкознание Аделунга и Фаттера. Так вот, историки языкознания, кто-то из младограмматиков, по-моему, Дельбрюк, говорят о том, что между этими работами два года, но между ними огромная пропасть. Почему? Словаря Делунга якобы это собирательство, а вот работа Шлегеля – это наука. Почему? Никаких комментариев Дельбрюк не дает, но вероятно потому, что он пытается, Шлегель пытается обнаружить структуру, по которой он сравнивает языки. А структуру эту он видит в чередовании. Николай Крушевский продолжает эту идею. И еще хотелось сказать, что буквально через два года после выхода этой книжки, в 1883 году, Николай Крушевский пишет свою последнюю работу «Очерк науки о языке». «Очерк науки о языке». Он пишет письма своему учителю Бодуэну де Куртене о том, что, пребывая в провинциальном маленьком городе, он не имеет возможности заниматься в библиотеках. А что можно сделать без санскрита, говорит он, вот к теме моего доклада. Да, без санскрита ничего, нет санскритских рукописей, на что Бодуэн ему отвечает. «У вас есть русский язык, пожалуйста, да, вы теоретик». И Крушевский пишет «Очерк науки о языке» исключительно на материале русского языка. А к чему я вспоминаю сегодня эту работу Крушевского? Крушевский говорит о том, что единицы языка входят в два типа отношений – ассоциации по смежности и ассоциации по смыслу. Крушевский переводит свою работу на немецкий язык и просит Бодуэна де Крутане подарить ее Сосюру. В библиотеке Сосюра эта книжка Крушевского есть. Сосюр пишет о синтагматических и парадигматических отношениях, имея в виду то же самое, о чем говорил Крушевский еще в 1883 году. А это, конечно, структурализм. Теперь, следующий пассаж – это опять грамматика Кольбрека, ключ к грамматики. И вот здесь видно, что это глагольные корни и частицы, которые присоединяются к глагольным корням. Вот интересная страничка тоже из грамматики Кольбрека об аффиксах, термином, которым Панине обозначает совокупность аффиксов «ла», выражающих различные значения наклонений и времен. Эту идею о том, что грамматика представляет собой расчленение, сегментацию на некоторые значимые единицы, какие именно, ну вот в частности «дхату» и «пратьяйя», и что словоформа есть нечто оформленное, оканчивающееся на субименные аффиксы или тин-глагольные аффиксы, берет европейская лингвистика. Вот эту идею. Конечно, санскритские очки на то они и очки, что, эта метафора очень удобна, как мне кажется, что европейцы видят не совсем то, что хотели сказать индийцы и то, что было в индийских грамматиках представлено, но они видят это по-своему и берут эти значимые единицы, как корень и аффикс, для построения новой лингвистической теории, а именно компаративистики. Ну, тут, да, поплыли. Вот, Франц Бобб из-за рождения лингвистической компаративистики. В 1816 году, то есть несколько позже, чем работа Фридриха Шлегеля, выходит работа Бобба. Очень важно, на мой взгляд, членение на морфемы и сопоставление морфем родственных языков. Известно, Бобб стал сравнивать не слова, а корни и окончания. Цитата из работы Бобба, переведенная на русский язык, гипотеза агглютинации Бобба, приверженцем которой были многие известные лингвисты XIX века, фортунатов в том числе, был поклонником этой гипотезы. Итак, есть два класса корней, и словоформа образуется путем агглютинации, приклеивания, сложения этих классов корней. И Бобб пытается представить происхождение индоевропейского слова как синтез этих корней. Он уже отходит от идеи Фридриха Шлегеля, которая заключается в том, что санскрит именно передает все грамматические значения путем внутренней флексии, путем грамматического чередования. Нет, он говорит, что это отходит на второй план, а возникает агглютинация. У Бобба она вот здесь представлена в чистом виде, в явном таком виде. Он привлекает, как известно, все больше и больше лингвистический материал, все большее количество языков и показывает тождественность этих форм. Август Шлейхер. Опять-таки хочется мне упомянуть это имя и показать, как, безусловно, санскрит повлиял на становление идей этого ученого. Компендиум 1861 года представляет описание разных индоевропейских языков по общему плану. И древний индийский язык санскрит возглавляет этот список. Опять, посмотрите, ссылка на вот эти классы гласных, как они, эти классы, гласные А-класса, И-класса, У-класса, в санскрите, вот справа, и в старославянском языке. Как известно, Август Шлейхер русский язык, ой, простите, да, Август Шлейхер русский язык знал и некоторые свои статьи писал по-русски, написал сопоставительную грамматику славянских языков и старославянский, конечно, активно использовал. Опять он пытается найти эту структуру. Не случайно Август Шлейхер тоже выступил как типолог. Но тут вот, к сожалению, поплыли картинки. Индоевропейский вокализм в реконструкции Августа Шлейхера тоже мы видим довольно примитивную, очень упрощенную схему, но он пытается реконструировать пра-язык, конечно, с опорой на санскрит. Это простые гласные и их как бы на каждом этапе наращение, да, постоянное усиление гласных. И вот эта идея о том, что в корне существовала огласовка, а потом шло усиление этой огласовки, конечно, способствует зарождению не только типологии, но и морфонологии. Еще у Августа Шлейхера тут некоторые примеры того, как именно санскрит, положенным в основу реконструкции индоевропейского пра-языка. И вот всем известная басня, опять-таки, «Овца и кони», где мы можем видеть явную ориентацию на санскрит, ну, в частности, там, доминирование гласного «а». Еще я хотела бы сказать о Фортунатове и о том, как Фортунатов на словах, естественно, это уже конец XIX века, Фортунатов на словах. Он постоянно говорит о том, что санскрит не должен заслонять другие индоевропейские языки. Он использует балтийские языки, старославянские, готские для реконструкции явлений пра-индоевропейского языка. Тем не менее, вот эти санскритские очки, которые весь XIX век пытались снять лингвисты, они все равно, их снять очень трудно, они все равно, вот тут первый базовый язык, язык основного исследования, в частности, Фортунатова, его диссертация самоведа Ораньяка Самхита, предопределяют развитие лингвистического мышления. И так, на словах, повторюсь, Фортунатов все время говорит о том, что надо привлекать другие индоевропейские языки, и греческий, литовский и так далее. Тем не менее, санскрит все равно остается главным языком, благодаря которому он реконструирует и морфологию, и семантику. Вот, в частности, он пишет о том, как в Никханту слово «вана» стоит в одном ряду с названиями луча, света и лес. Почему это так? Фортунатов предлагает свое объяснение этому вопросу. Цитата. «Вана сияния не имеет ничего общего по происхождению свана лес. Лес происходит от глагольного корня ван рубить-губить, а сияние, родственное слово, древнесаксонскому вану блестящий. Сван сиять должен находиться в родстве корень ван, желать возбуждать желание». Но это один маленький пример, который показывает постоянную ориентацию и на сам материал, и вот на саму идею не случайно я уже говорила в начале своего доклада о том, что гипотеза агглюцинации Боппа Фортунатову очень нравилась. И последнее, о чем я хотела сказать сегодня, это то, что Фортунатов, как известно, создатель формальной школы отечественного языкознания, и он классифицирует части речи. На материале индоевропейских языков выделяет четыре знаменательные части речи. Эта классификация критиковалась впоследствии многими лингвистами и не без основания. У него получается всего четыре части речи по морфемному оформлению. Глаголы это те слова, которые спрягаются, имеют форму спряжения. Имена то, что склоняется, прилагательные слова согласовательного класса и четвертое, все остальное, неизменяемые слова. Понятно, что классификация очень уязвима. Он строит классификацию исключительно на формальном морфологическом критерии. И получается, что, например, имена, какое-нибудь имя медведь попадает во второй класс, а какой-нибудь кенгуру попадает в четвертый класс. Туда же там пальто и метро и прочее. И не случайно с этой классификацией полемизирует Щерба. Он говорит, медведь не потому существительное, что склоняется, а потому, что называет зверя. Семантический принцип, принцип номинации предмета считает здесь очень важным. Но, любопытно, мы можем сказать, да, эта классификация безусловно навязана индоевропейским языковым материалом. Если бы это был английский, например, классификация частей речи была бы совсем другой, потому что морфологическое оформление здесь не играло бы такой важной роли. Но интересно то, что в 90-е годы 20-го века Михаил Викторович Панов с жаром защищает эту классификацию и говорит, нет, Фортунатов все-таки был прав. И начинает оспаривать. И в своей книжке «Позиционная морфология русского языка» очень изящно объясняет все кажущиеся противоречия. Таким образом, и здесь санскрит повлиял, почему именно санскрит и в других индоевропейских языках также. Опять на предыдущем слайде было сказано в грамматике Панини. Панини определял слово, в данном случае это знаменательное, как то, что имеет окончание глагольное или именное. Вот, пожалуйста, у Фортунатова то же самое. Получается, что очень трудно преодолеть в своих теоретических построениях тот базовый материал, который был исходным для нашей теории. И в завершении скажу, что меньше всего я сказала о структурализме, о том, как санскрит повлиял именно на структурализм XX века, но, мне кажется, морфонология XX века, разрабатывающаяся в работах европейских лингвистов, яркое тому доказательство. И последняя фраза. Санскритские очки призывал, очень активно призывал снимать Гога Шухарт. Не только санскритские, но и европейские очки. Европейцы не должны так предвзято относиться к языкам и ориентироваться, описывать все языки мира, исключительно исходя из европейских языков. Но, как сам он справедливо говорил, снять эти очки и европейские, и санскритские очень сложно. Спасибо за внимание. Спасибо. Это все. Спасибо. Спасибо. Присоединяемся, но я хочу сказать, скажу, что документом Шлейхером является первым теоретическим языком. Да, 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 да. Мы тоже очень благодарны. И он говорил, я как биолог, я езжу по литовским селам и деревням, и я собираю, как гербарий, эти слова, народные песни, пословицы, поговорки, это, конечно, он. Да, спасибо. 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 Буквально два слова, да, на это отвечу. Вот я не знала, спасибо вам за такую ценную информацию о том, что Менделеев с Боппом, да, общались, но я скажу вот по этому поводу. С Беттлингом, с Беттлингом, да, мне пришло в голову Эдвард Цепир, который составлял классификацию типологическую общую уже в первой половине XX века, он делал именно так, как таблица Менделеева, какие вообще в принципе могут быть языковые типы. И если вы помните, в его работе язык, он там расплассифицировал А, Б, С, Д, и вот С и Д, такой непонятно, чем они друг от друга отличаются. Когда мы студентам начинаем об этом рассказывать, они обязательно спросят, а чем С отличается от Д? Очень сложно. И вы знаете, дело в том, что он Д, С и Д, С это был такой тип, нужно придумать такой язык, чтобы у него была флексия коту, но не было бы словообразования, котик бы отсутствовал, да, такого языка нет, говорит Хокет в своей работе о лингвистических универсалиях. Если язык придумал словообразование, котик есть, то словоизменение, простите, наоборот, если придумал словоизменение, коту есть, то словообразование будет и подавно. Придумать морфему, которая бы чуть-чуть меняла лексическое значение корня легче, чем придумать морфему, которая бы внутри слова работала на синтаксис, что, собственно, и делает слово изменение. Вот это вот таблица Менделеева, но не все ячейки заполнены. Спасибо.